Привет, привет, ребят! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров Иван, я играю в Skyrim Special Edition, я играю кулачками, кулачками, ну, конечно, используя кое-какую магию, мы проходим главный квест. Давайте продолжим. Так, только секундочку, я, наверное, знаете, что сейчас? Я, наверное, возьму безжалостную силу и буду выходить. Блин, нужно было что-нибудь на себе кастануть. Кастануть. Вау! Парень! Еще один парень! Давай, полетаем. Давай! Ух-ху-ху! Пока, друг! А ну дай-ка на... Ух-ху-ху! Ух-ха-ха-ха! Ух-ха-ха! Там еще один умер? Да, этот-то умер, но вот у нас еще один дружочек. Давай! На! Вау, нужно бояться, а то он меня может просто скинуть. Да, да, без своего основного крика я, конечно, не ахти. Получай! Давай, отворачивайся. А у меня хилка. Я без крика, потому что мне перезагружается долго. Еще ребята написали, что крик стакается. Ну, вот этот вот крик, смертный приговор, его нужно несколько раз юзать. Давайте проверим. Мне просто интересно. Ой, ты маленький мой. Ну ладно, попал. Сажай, сажай, сажай. Я немножечко отхилил. Господи, это день сейчас. У меня маны не восстанавливаются, я же вампир. Так что, давайте не будем сильно. Вау, попал, попал. Ух ты. Ну, сейчас, 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 мне просто интересно. Если я два раза кастану на него этот крик. Оно сработает? Это слабенький. Ну все, смотрите, закончилось, мы юзаем второй раз. Вот, и по идее, теперь я должен наносить очень мощные удары. Не, по-моему, больше, ребят. По-моему, больше. Мыша. И, вон, ручка такой. Ух ты. Парнишка. Хе-хе-хе. Ладно, ладно, ладно. Я, наверное, все-таки кастану на себя. Ух ты. Ну да, да, да. Крутое. Крутое, крутое. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И морозишь меня, да? М-м-м, ладненько, дорогой мой. Ладненько, сейчас мы отправим тебя подальше, как говорят. Ух. Покажи мне свою ладошку, я погадаю. М-м-м, слушай, у тебя судьба. Судьба летать. И далеко летать. У-ху-ху. Хм. Хм, да я, блин, предсказамус какой-то. Предсказамус Нострадамус. Ну, как-то, как-то так. Так, ну что, ребят, по-моему, меня ждет... А, еще один парень. Парнишка, приветик. Тервола. Тервола, да? Ух ты, красавчик. М-м, неплохо. Ну, ладно. Фух, ты тоже, вроде, не сильненький. Хм-м. Это если, наверное, у меня будет перк прокачки максимально тяжелой брони, и она у меня будет вообще ничего не весить, то это будет вообще обалденно. Я, наверное, буду еще скоростней. Так, главное, чтобы все-таки он меня не выбросил. Ну что, я сейчас отправляю вас всех. О, это сальто. Сальто назад, красавчик. О, черт, смотрите-ка. Хм-м. Силен, мужик. Силен. Ну, как говорится, он уже сюда не доберется. И я туда не хочу добираться. Ладненько, ребят. Ладненько. Ну что ж, предстоит подраться. И хорошенько подраться. Ну что ж, древняя магия. Ага, древняя магия им срабатывает почему-то, потому что манны у меня не хватает. Дайте-ка я посмотрю. А, знаете, что я еще хотел проверить? Есть крик такой под названием Подчинение воли нет. Разоружение мне. Разрыв души. Нет, это смертный приговор. Не-не-не-не-не. Вот, элементная ярость. Вот, руки скоростью ветра. Давайте попробуем. Я еще, кстати, хочу его прокачать. Так, эйр. У меня два, нужно найти еще третий. И давайте посмотрим, будет ли это работать с кулаками, без оружия. Просто ради интереса. Так, раз, два. А, черт, у меня же перезагружается крик. Ладно. Я подожду. Хотя, блин, тут никого нету, и я могу спокойно вот так вот подождать. Давайте. А, нет, нет. Вы должны взять оружие в руки. Не получается, ребят. Не проходит такой фокус. Ха-ха. Ладно. Хм. Это тот парнишка, да? Да, это тот парнишка. Ну, что ж, тогда берем наш стандартный крик. Смертный приговор. И поехали, ребят. Поехали драться с жрецом. И, кстати, это последняя маска, которая мне нужна. Последняя. Давай, дорогой. Давай. Давай, будем драться. Я не знаю, он, 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 он подофигил просто. Господи. Кто бы знал, что я на 103 уровне буду драконьих жрецов просто разваливать с кулаков. Не-не-не-не, дорогой, подождите. Слушайте, откуда он тут взялся? Это тот прибежал, что ли? Он, по-моему... Подожди, 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 дорогой. Мне нужно посох забрать и маска на карин, ребят. Плюс 50 маги, заклинание, разрушение и восстановление расходуют на 2% меньше магии. Хм, неплохая маска. Очень неплохая. Именно металлическая, магическая. Так, ну и что ж. Тут у нас этот парень остался, который... Который мешается. Да? Окей. Давай драться. Давай, тебе сейчас накостыляют. Так, слушайте, это тот пришел, получается, да? Да, у него нет жизни. Секундочку, дорогой. А то я как-то не сохранялся вообще. И все заново проходить. Мне не сильно улыбается. Еще ребята говорили, силовой удар не проводить, потому что особой разницы никакой нет. А то, малышик. Так, тут парочка драконов. Кстати, они классно зашифровались. Ну, этот почти, а этого практически не видно. Он под ледяной... Под ледяной... Горой, господи. Так, ну что. Туда нужно вставить... Посох. Ну, сначала, ребят, знаете, что я хочу сделать? Я хочу тут немножечко полетать. Еще многие ребята сказали, вот, попробовать крикнуть подчинение воли на Алдуина. Это, конечно, очень круто, проэкспериментировать. Этот крик появился самый последний. И вдруг есть баг, где Алдуин подчиняется этому крику. Ну, мне кажется, такого не будет, но мы проверим. Обязательно. Так, подчинение воле. Так, какого бы выбрать? Это прям как автомобиль выбираешь. Или беленький, такой жесткий, колючий. Или красненький. Нет, беленький мне больше нравится. А что такое? Странно, но они не реагируют. Ребят, вас почти не видно. Серьезно, почти не видно. Ой, давайте посмотрим, как оно тут все выглядит без открытия этого портала. Все запечатано. И что наверху? А наверху какие-то... А, это драконы, господи. Вы только посмотрите. Никогда раньше не замечал. Это дракон только сверху. Вау. Один и второй. Слушайте, а это случайно не эта парочка, которая в дополнение Даунгард, которые под воду могут нырять? Да нет, это же было еще до них. А вдруг это какая-то отсылка? Да черт подери, это просто драконы. Но, блин, я как-то раньше на это совершенно не обращал внимания. Прикольно. А, ну подождите. Блин, я язык не поменял. Ну, ладно, ладно. Все равно мне интересно. Давайте попробуем как-то спровоцировать дракона, чтобы он начал лететь. Ладненько, возьму туда красненького. Красненький это, наверное, огонь. То лед. Возьму какую-то магию разрушения. Разрушения? Ну, возьмем, наверное, испопеление. На него это практически не повлияет. Ну, он согрелся, ребят. Он согрелся, дорогой ты мой. Да. Да, 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 да. Подчинение воли. Думают, блин, спалили. Моей же магией. А, два сразу. Да ладно. Давайте, наверное, сохранимся, потому что они могут меня съесть. Танки. Воу. Лед, говоришь, да? Да, он говорит лед. Так. Один, второй. Стража попросыпалась. Я все понял. Ребят, погодите. Сейчас, сейчас откатится мой крик, и мы с вами пообщаемся по-другому. Хм, тепленько. О, черт, только не ешь меня. Я знаю, что они кусаются очень больно, и могут меня просто-напросто проглотить. Серьезно. Нет, я хочу красненький, потому что красненький все-таки передумал, как говорится. А ну, иди сюда, дорогой. Иди, мой маленький. Бул! Хадо! Он подчинился? Он не подчинился. Вау. На них не работает? Вы представляете? На них не работает это все. Ого. Хм, если даже на этих, то на Алдуину тем более не сработает. Хм. А я просто хотел, знаете, естественно, одного дракона и подраться, подраться, подраться. Это было бы круто. Как по мне, ну, блин. Хм. Это, конечно, печалик, что оно не работает. Печалик, смертный приговор. Воу. А, погоди. Я так долго буду. Еще не умереть. Хм. А вот это вот уже, конечно, не очень хорошо. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Я возьму одну, одной ручкой тебя. Морозный дракон. Ух ты. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Он хочет меня съесть. Серьезно. Серьезно хочет. Черт подери меня съесть. Все нормально. Давай драться. Тяжело броня зато качается. Ха-ха-ха. О. Не, ну как? Как я их могу бросить? Это же два, два крика. Я ничем себе. А сейчас, между прочим, крики дракони, это... Все равно. Все равно я совершаю сильную атаку. Да, можно было сейчас юзать драконобой, но, как вы видите, очень долго перезаружается. Очень долго. Давай драться. Поехали. И огонь, и лют. Ой, слушай. А это что это? Ой, секунду. Наваливаю. Ой, черт. Вау. Тут весь в крови уже. Так, а я запрыгнуть я не могу. Давайте, наверное, использовать крик. Блин, все равно. Ой, стой, 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 стой. А магия-то закончилась, дорогой мой друг. Магия не бесконечно, но... Слава богу, я пособирал баночки, которые там нашел. И это мне очень, очень помогает. Господи, ребят, а у вас... Обратили внимание, как только что он летел? То есть он нырнул в меня и подлетел вверх. И вот это вот точно такая же фишка была в трейлере, когда дракон вниз летает и Давакин его бьет. Соответственно, можно точно так такое провернуть здесь, прямо в игре. Он когда ныряет, ты можешь совершить какую-то атаку. И возможно, это будет какая-то добивающая атака. Но ее нужно именно совершить вовремя, когда он вот это вот головой вниз опускает. Если кто-то пробовал и совершал такую... Ой-ой-ой. Атаку, напишите мне, пожалуйста, возможно ли это. Мне просто всегда хотелось. И я... Я думаю, такое возможно. Так. Ай-яй. Ай-яй, ребят, что-то у меня стало жарко в моем костюрчике. Блин, и какой-то прозрачный стал, и я не пойму, кого я бью. Что-то не так уж и весело, ребят. Морозный дракон намного сильнее, чем простой. Секунду. Ой, все нормально. Поехали дальше драться. Поехали дальше. Все прям, прям, прям очень не видно. Ага, это точно то, о чем я вам говорил. Смотрите. Вот он ныряет, и просто можно нанести удар. Вряд ли, что он что-то решит. Давай, дорогой. Старейший. Держи. Алдуина тоже ждет такая судьба. Воу, 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 воу. Ага. Ну, все. Все, 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 Не совершай ты атаку. Мощную. Все, один готов, ребят. Один готов. Блин, две души, это, это как праздник. Это у меня получилось, одно я сбросил, у меня осталось, и будет четыре. Отличненько. Давай, приземляйся. Давай, тебя ждет точно такая же судьба. Печальная, но ты дрался с самим. Да, вахином, душа дракона поглощена. Я просто буду жалеть, если не попробую на этом драконе подчинение воле. И на этом тоже не работает. Секунд. Ооо, тот самый момент неловкий, да? Вот черт. Хм, это же сделали, наверное, специально, чтобы тут нельзя было летать. Блин. А я вот был на работе, думал, а вот это полетать. О, смотрите, чья-то попа. Ай, ай, больно. Ты что делаешь? Да, конечно, ему тоже не нравится, что ему по попе дают. Вау. Секундочку. Баночки хилятся. Наваливаем. Наваливаем. Я как всегда пытаюсь честное восстановление, но черт подери. Не надо уже. Ай. Без этого, конечно, очень долго добивается. Без крика. Смертельный приговор. Как ребята написали, нет быстрого добивания. Вау. Покойтесь. Покойтесь с миром. Два друга. Да, я тебя тоже заберу, кое-что. И мы отправимся в Савангард. Второй раз. О-о-о-о. Открывайся. Открывайтесь, ворота. В бесконечность. Да, ребят, будем нырять. Вау. Дом пожирателя мира. Начато с Савангард. Вау. Господи, между прочим, на эту картинку можно залипнуть надолго. Серьезно. Прям хочется, хочется такие же анимированные обои, какие-то на рабочий стол. Блин. Очень хочу. Интересно, можно как-то сделать, а? мне кажется, как-то все-таки можно. Ну что, ребят, пойдемте-ка. Сейчас мы должны, по-моему, встретить какого-то путника, странника. Мне очень интересно, есть ли тут эбонитовый воин, которого мы победили, потому что он сказал, мы здесь встретимся, дорогой мой друг. Посмотрим. Кто-то. Близбездный гигантов, во мгле предрассветный, мы шли и не ждали засады имперцев. Там мы приняли бой, щиты стеною замкнули, запрежил утренний свет и легион трогал. Но я так и не знаю, принесли победу рассвет. Быстрой стрелой я прибыл в Сокгар. Что это за туман? Я не знаю, но никто сквозь него не прошел. Алдуин в его ненасытном голоде охотится на души, заплутавшие в этой мглистой долине. Ты можешь провести меня к чертогу Шора, который давно уже ждет и зовет нас? Да. Я ясно видел его, когда впервые пошел по этому пути. боли, страх ушли прочь, будто сон и видение манило. Чертог Шора. Он мерцал за темной долине, но надежда потухла в глубоком тумане, и взор мой затмился. Я утратил путь и брошу без цели. Торопись! Не дай Алдуину лишить тебя жизни. Отнеси в зал Шора весть о нашей судьбе. Следуй за мной. Я постараюсь держаться за тобой. Быстрее. Пока. Тут, по-моему, нужно, ребят, юзать крик под названием Чистое Небо. Или что-то в этом роде. Да, вот, Чистое Небо. Давайте попробуем. Мам, не судяну меня снова. Ох, пока! О, да. И вот. Алдуин, привет. Тут, кстати, надо будет использовать этот крик, но не сейчас. Наверное, когда я буду с ним драться. Туман силен. Кодлок Белая Грива, ребят. Мы помним его. Мы его помним. Господи, как же круто тут встретить. О, приветик. Это тот же, да? Берегись. Пожиратель мира ждет в тумане. Свакнир. Свакнир. Хм. Блин. Нет спасения. Там, его трусы видно там. Ха-ха-ха. Вау. Какое же волшебное место. поворачивай обратно, пока он не нашел тебя. Имперские солдаты. И вот мы возле ворот. А с этим парнем придется драться немножечко по-другому. Ну, стандартной моей методики. Смертный приговор. Что привело странника в Совангард? Кто ты? Я Цун. Дан и щитоносец Шора. Поставил он меня стеречь мост квитовой кости и испытывать все души, препровожденные геройски встреченную смертью сюда, в чертоге Шора. Кого сочту достойными вступить в круг чести, там привечают радостно. Я хочу войти в зал. Не тень ты, что обычно здесь проходят, но живая душа, что осмелилась вступить на земли мертвых. По какому праву ты хочешь войти? По праву соратников. Я с радостью скрещу клинок с наследником из грамора достойным братом кодлака белая грива, которого я тщетно жду. Живой или мертвый по завету Шора никто не пройдет по этому мосту, пока я не не оценю воинскую удаль и не зачту достойно. Ну, давай, как говорится, драться. Что нам рассказывать? Ро-да! Ро-да! Вот этот стандартный крик ой. Вот так вот бывает, ребят. Вот так вот бывает. А чёрт! Видимо, не узнаю сегодняшнюю серию и залипну этот прекрасный свет. Ладно, ребят, на этом всё. Всем огромное спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и следующая серия, скорее всего, будет заключительная для Алдуина. Это посмотрим. Пока! Блин, ну да, 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 с ним лучше не шутить, он здоровяк ещё тот.